Когда проходит передряга с эпатажем, Мы врага, как всегда, будоражим. Немецкие парашютисты, часть первая. Зелёные дьяволы. 1933-1941 годы. Вторая мировая война привела к развитию новых методов ведения боевых действий, нового оружия и технологий. Одним из них стало объединение солдат и самолёта. Так появились парашютисты. В конце войны в 1945 году все воюющие державы применяли парашютные части. Кто-то больше, кто-то меньше. Но сама концепция воздушного десанта парашютистов и планёров появилась в Германии. После Кресты. Успехи немецких парашютистов и десантников на планёрах привели к тому, в США и Британии задумывались над этой проблемой ещё в 1940 году, после первых успешных действий нового вида вооружённых сил. Немцы первыми почувствовали на практике все ограничения, связанные с подобным методом воевых действий. Вторжение в Грит 1941 году, хоть и стало победой для немецкой армии, досталось такой ценой, что Гитлер уже после двух лет военных действий щёлкни воздушно-десантных войск, сочтёнными. Однако для союзников урок не прошёл даром. И начиная с 1941 года, они стали создавать свои воздушно-десантные войска, которые принимали участие во всех основных операциях союзных войск, начиная с высадки в Северной Африке. Для немецких парашютистов Крест стал первой и последней стратегической операцией. С 1941 по 1945 года десантники сражались на земле, считаясь элитными частями пехоты. Воюя на Восточном и Западном фронтах, а в 1945 году и в самой Германии, парашютисты заслужили самую лучшую репутацию. В начале 30-х годов, когда Германия ещё не стала нацистской и поддерживала тесные военные связи с Советским Союзом, офицеры Рейска впервые увидели парашютистов и были поражены их действиями. Действия русских были примитивными, но потенциал нового подхода впечатлил немцев. На 17-й передряге я проигрался счётом 0-4. Нападение и высадка военных частей с воздуха разрабатывались рядом конкурентов нового немецкого вермахта. Восточно-десантный полк Люфтваффе получил официальный статус и вошёл в состав нового рода войск в октябре 1935 года. Идеи по поводу действий парашютистов были совершенно другими. Все воздушно-десантные части использовали трёхмоторный транспортный самолёт Юнкерс 52 вплоть до 1945 года. В начале 1936 года Герман Геринг употребил всё своё влияние и официальным приказом все воздушно-десантные части были переданы Люфтваффе. В документе также указывалось на необходимость набора добровольцев в новую школу Штендау. Командующим новым подразделением Люфтваффе был назначен генерал-майор Курт Штудент. Главным событием в процессе создания новых парашютных частей стала организация в июле 1938 года 7-й воздушно-десантной дивизии под командованием генерал-майора Штудента. Уже сейчас видно отличие в действиях немецких парашютистов от того, что впоследствии будут демонстрировать их английские и американские коллеги. Парашютист не контролирует выброс. Парашют раскрывается сам при помощи палом. Открепился к центру рамса с парашютом. Выпрыгнув парашютист, летел по воле ветра. В ходе прыжка его болтало, а приземление было ощутимым ударом о землю. Травмы стали обычным делом. Набор ряды воздушно-десантных поиск получил решающий толчок, когда в них вступил бывший чемпион по боксу в тяжелом весе Макс Шмеллинг. В дню рождения Гитлера, приняв участие в военном параде в Берлине в 1939 году, воздушно-десантные войска приобрели структуру, которая останется неизменной до 1945 года. Для высотки использовались планеры и транспортные самолеты. Идея воздушной войны активно обсуждалась. К Штудонту и его частям сберегались самые высокие требования в случае возможного конфликта. Впервые парашютисты приняли участие в кампании в Скандинавии в апреле 1940 года. Четыре рота десантников получили приказ захватить два аэродрома, Альберт в Дании и Тул в Норвегии. Операция в Дании прошла гладко, на части которым было поручено захватить и удерживать аэродром в Осло, обнаружили туман. Самолеты легально обратный курс. Вы видите 163-ю пехотную дивизию в Ставангере, Норвегии, после его захвата парашютистами. Самой сложной оказалась высадка в заснеженной долине Гудбранселл, 150 километров к северу от Осло. Эта операция стала менее удачной. Аж зачем не сопротивлявшиеся норвежцы капитулировали лишь через четыре дня. Штудент жаловался Гитлеру на то, что во время польской кампании не было никакой возможности задействовать десантников. Фюреру Тешилову, пообещав активное участие в ведущих сражениях на Западном фронте. 10 мая 40-го года началась операция «Желтая». Воздушно незамым частям была уготована важная роль в действиях против стран Бенилюкса. В 1914 году план Шлиппена признавал нейтралитет Голландии. Заклад Франции из стран Бенилюкса 26 лет спустя предполагал оккупацию этой страны. Наполею началось 10 мая с интенсивных ударов Люфтваффе по союзным аэродромам на всем фронте. Господство в воздухе над Северной Францией, Бельгией и Голландией было частью тщательно разработанного плана высадки десантников определенных районов. Этот внезапный удар был важным элементом всей операции. Основная часть немногочисленных голландских ВВС была уничтожена прямо на земле. Заклад Бельгии и Голландии проводился группой армий Б под командой генерала фон Бока. Быстрое продвижение мобильных соединений стало решающим фактором победы. Крайне важную роль сыграли десантники, захватившие стратегически важные объекты, которые могли преградить путь к наступающим войскам. В Голландии местами основные масли через Рейн. В Бельгии форт Эбен-Эмаль. Гитлер расплыл свое намерение штуденту еще осенью 1939 года. Он особо отметил роль парашютиста в грядущей кампании. В общем, в распоряжении штуденту 10 мая находились 4000 парашютистов из состава 7-й воздушно-десантной дивизии и 12000 солдат из состава 22-й пехотной дивизии. Два батальона двумя волнами сбрасывались над Путрехтом и Мердайком для захвата мостов. На земле голландские части оказывали упорное сопротивление. Парашютисты, высадившиеся к северу и югу от цели, захватили мосты прежде, чем успели взорвать. В 6.40 утра первый батальон 1-го воздушно-десантного полка под командованием капитана Пальтера. Он высадился из Юнкерса-52 и атаковал мост Дортреке. Второй батальон 1-го полка, который командовал капитан Прага, атаковал мост Мердайк. Команда лейтенанта Тибьена обезвредила заложенные на мосту заряды. За этот подвиг он был награжден Росфорским крестом. Важной частью плана был захват парашютистами ряда аэродромов. На них могли садиться транспортные Ю-52 с войсками на борту. Четвертая волна представляла собой ряд ударов. Третий батальон 1-го полка был сброшен на аэродром Волхавен в Роттердаме. Части 2-го полка высадились на аэродромах Окенберг и Валькенберг. Захват Волхавена был крайне важен для скорейшего прибытия частей 22-й пехотной дивизии. Там парашютистов встретил организованный обстрел из пулемета. В ходе боя им удалось захватить здание аэропорта и диспетчерскую вышку. В скорой на аэродроме приземлился 1-й Юнкерс 52. Парашютисты вместе с пехотинцами заняли оборону на поступок к Роттердаму. 6-я рота удачно высадилась в районе Волхавенберга. Десантники быстро захватили аэродром. Голландцы быстро оправились и начали контратаковать, вынудив немцев занять оборону. Основная часть 22-й пехотной дивизии генерал-майора Графа фон Шпорнекса по плану должна была после высадки захватить голландское правительство и принять капитуляцию лично от королевы Гельминли. Шпорнекс там прибыл на аэродром Волхавенберга сразу после его захвата. Для выполнения своей задачи он влачил за парадную форму. Но королева Голландии разочаровала его. Она приняла приглашение британского правительства приехать в Англию и была вывезена на корабле из Амстердама вместе с фармельными бриллиантами. В Роттердаме голландские войска оказывали упорное сопротивление. К ним присоединились и многочисленные британские части. Перед захватом Роттердам был разрушен артобстрелом и ударами с воздуха. Рюфтваффе вывел 430 кюнкерсов 50, жертвы операции «Желтая». В основном они использовались в Голландии. На верхней части кадра соединены 22-й дивизии на аэродроме Волхавен. Высадка на других базах проходила не так гладко. Прицельный огонь противника привел к значительным потерям среди приземлявшихся самолетов. Подобная ситуация повторилась через год, в гораздо больших масштабах на острове Крит. Транспорты были крайне уязвимы под огнем вражеских наземных частей. Люфтбанкер сообщали о потере 40% своего парка транспортных самолетов «Юнкерс-52». Из 162 самолетов 53 удалось восстановить, 47 пошли на запчасти. Остальные просто попали в металлолом, как вот этот, подбитый из виномета во время посадки. Голландцы упорно сопротивлялись, но не могли противостоять внезапному наступлению немецких войск. 13 и 14 мая голландские части уже отступали. 14-го. Люфтбанкер организовала свой знаменитый налет на Роттердам. В 11.45.15 мая, после четырем дней бою, голландская армия сложила оружие. От немецкого правительства к эпидемиацию принимал генерал Йорк фон Куклер. Парашютисты встречают танковые колонны на позициях, которые они захватили три дня назад. Первое крупномасштабное наступление парашютистов в истории было успешным. Город Крепос-Льеж преградил путь наступающим немецким войскам в 1914 году. В 1940 году такую же роль мог сыграть форт Эбен-Эмай. Он был специально построен бельгийцами для этой цели и считался более надежным учеблением и женой. Немцы должны были его взять. Увидев фотографии форта, сделанной самолетом-разведчиком, Гитлер первым обратил внимание на то, что сверху он представляет собой достаточно большую ровную площадку. Почему бы планерам не приземлиться прямо на крышу? Штудент согласился. Было решено для захвата форта использовать десантников на планерах ДФС-230. Рассчитанный на 10 человек небольшой планеры идеально подходил для посадки в стесненных условиях. Обер-лейтенант Витцек вел первую штурмовую группу «Гранит». В ее задачу входил захват самого форта. Три другие группы, Айсен, Беттен и Шталл, атаковали мосты. Рано утром 10 мая 41 ДФС-230 поднялся в воздух. Их буксировали Юнкерсы 52. Взлет состоял со своими на воздушных баз в окрестностях Кёрнина. Они принадлежали первому в мире соединению планеров, входивших в состав Люфтваута. В 11 находились десантники, которые были должны захватить форс. Остальные атаковали мосты и вдерживали район до подхода основных сил. Эта карта была специально подготовлена для фильма о штурме форта, выпущенном на экраны после сражения. Вы видите, как планеры приближаются к форту Эбен-Эмель. За 5 минут до основного удара по Бельгии, который начался в 5 часов 25 минут утра, десантники уже были на месте высадки. Бельгийские войска были захвачены врасплох, но тем не менее, несколько зенитных батарей открыли огонь. Правда, обошлось практически без потерь. Атакующие подразделения принадлежали к штурмовой группе КОУК, названной по имени командира. Планеры с инженерными частями приземлялись на крыше форта. Рота парашютистов высадилась на поступок к цели. Мостам рядом с фортом. Глава так и предусматривал название для мостов, соответствующей определенной штурмовой группе. Мост Вельтвейзель был целью группы Шталп. Группа Айзен атаковала мост КАН. Бессен – мост Вренхофен. Из всех этих мостов не удалось захватить только КАН. Защитники отреагировали мгновенно и успели взорвать мост. Это было достаточно серьезной неудачей, поскольку 51-й саперный батальон, наступавший вместе с пехотой, должен был пройти по мосту и сменить группу Гранек в такующую форт. Подразделение осталось на противоположном берегу Мауса и смогло форстировать его лишь на следующий день. Штурмовая группа Витцега уже брала укрепление в Судерской области и в Левице в Польше. Перед этой операцией велась особо интенсивная подготовка. Одиннадцать планеров были предоставлены группой Гранит. Из них десять долетели до цели. Соперам, наверное, оказались на крыше форта. Их первая задача – подавить огонь зенитных батарей и стрелкового оружия. Далее – более серьезные объекты. Вера бельгийцев в Нью-Иземе из форта оказалась несостоятельной. Она, в любом смысле, была подорвана благодаря применению новых кумулятивных зарядов. Две с половиной тонны зарядов были подготовлены для штурмов форта Эберн и Майя. Из семи кумулятивных зарядов пять взорвались, причинив укрепление серьезные повреждения. В середине дня 11 мая защитники форта прекратили сопротивление и сдались. Бельгийцы были потрясны тем, что их лучшую крепость удалось так быстро взять. Действие кумулятивных зарядов после сражений было тщательно изучено немецкими специалистами. Эффект был просто потрясающим. В дальнейшем на этой основе было создано противотанковое оружие. Успех воздушных и сортов войск при захвате форта Эберн и Майя привел к тому, что немецкое командование стало всерьез рассчитывать на них. Для вторжения в Британию не только планировалось участие парашютистов, но и был разработан новый планет. После габидуляции Франции и подписания мирного договора, восторженный фюрор прибыл в штурмовое подразделение пол. Солдаты и офицеры получили железные кресты первого класса, а командиры всех четырех групп были надрождены рыцарскими крестами. Гитлер гордился своими парашютистами, но не скрывал стептического отношения к их масштабным действиям. Он считал, что успех возможен лишь при достижении внезапности. В октябре 1940 года профессору Вилли Мессершмитту было поручено создать планер без мотора. Эта идея давно интересовала Люфтваффер. Незадолго до намеченного срока операция «Морской лев» в вторжении в Британию была отменена. Гитлер считал, что оно лишь откладывается, но не отменяется. Тем временем было необходимо разработать проект нового большого планера для последующих операций. Вскоре Мессершмитт предложил свою модель «Гигант». Прошло всего 14 недель с момента подписания контракта, а первый экземпляр уже сошел с конвейера. Вместительный фюзеляж предполагал размещение самых разных грузов. Планировалось, что в нем должны разместиться солдаты и техника для организации плацдарма и удержания водоподхода основных сил. Они должны были высаживаться с моря. В дополнение к противозамковым орудиям и мотоциклам, которые размещались в нижней части фюзеляжа, на верхнем ярусе могло находиться до 200 солдат. Правда, некоторые офицеры считали, что нахождение такого числа людей в одном и при этом достаточно изъемом транспортном средстве, «Гигант» предполагалось использовать для доставки бронетанковой техники в район боевых действий. Вы видите, как к нему заезжает легкий танк 38Т, чей вес составлял 9,5 тонн. «Гигант» вполне мог перевозить два таких танка. «Более тяжелая техника, Т-4 или штурмовое орудие весом более 20 тонн. Также могли доставляться гигантам». «Еще один вариант. Восьмитонный полугусечный тягач и 88-мм зенитный или любое другое орудие». Сразу стало ясно, что поднять гигант в воздух будет невероятно тяжело. На стадии проектирования не задумывались о том, существует ли подходящий буксировочный самолет и имеется ли он в достаточном количестве. «Для облечения взлета на гигант устанавливались ракетные двигатели, работавшие на береге севодорода. Они размещались под крыльями, который успешил деду усилия 1103 пунктов. Туз, козы, девять козы». «Одним из знаний самолетов, способных поднять гигант в воздух, в период испытательных полетов был «Авиалай» на «Канкерс-90». У меня было больше, воной. И поэтому ракетные двигатели использовали с первого же полета, который состоялся в феврале 1941 года». «Для облечения взлета на береге севодорода. Правда, одному летчику было трудно им управлять. Требовалась минимальная модернизация. Теперь в гиганте находились два пилота, которые управляли им вместе. После испытаний прототипа гиганты стали выпускаться в большом количестве. Попытно выяснилось, что, несмотря на удачный проект, сама идея, способствовавшая его появлению, не была продумана до конца. Лучшая летчица Германии Ханна Рейш совершила полет на гиганте. Она отметила, что, несмотря на трудности управления, он устойчив к полете. Она также подняла вопросы возможности использования гиганта почти военного самолета. «Юнкерс-90». Напоминаю, вчера я проиграл за счетом 0-4. Это проезда, словно 17-й переправе. Когда он был готов к полетам, «Юнкерс-90», изначально созданный как пассажирский самолет, был единственной машиной, способной поднять гигант в воздух. Есть. Еще. Есть. Мы уже говорили о том, что мощности его двигателей было недостаточно. Кроме того, он существовал в весьма ограниченном количестве. Да. Чтобы решить проблему, пришлось импровизировать. Тройка истребителей «Мистер Шмидт-110» поднимала гигант в воздух. Но эта конструкция была крайне ненадежной. Чтобы она взлетела, требовался разбег длиной 1200 метров. Пилоты 110-х, занимавшиеся этой работой, говорили, что от страха молосы вставали дыбом. Неживая расстаться с гигантом, Люфтваффе продолжали искать подходящий буксировщик. Соединить вместе два химкера 111 предложил Эрнст Удетт. Ставка между крыльями и пятый двигатель придавали конструкции необычный вид. Прототип появился в конце 1941 года. Весной 1942-го существовало уже 8 экземпляров. Для подъема гиганта приходилось устанавливать ракетные двигатели. Но в общем и целом система проявила себя наилучшим образом. Для того, чтобы удерживать гигант в воздухе, требовалась скорость не менее 230 км в час. Гигант активно использовался на восточном кронте. План к Барбароссу задействовал планер, построенный для вторжения в Британию, которая так и не состоялась. В 1942 году идея получила дальнейшее развитие. Гигант обрел новую жизнь в виде самолета с шестим моторами. Новый гигант Мессершмитт-323 стал самым большим транспортным самолетом Люфтваффе. Он очень часто перевозил на большие расстояния садников, которые использовались на восточном фронте в качестве пехоты. Немцы не предполагали, насколько важную роль могут сыграть планеры. Их успешные действия сумели союзники, и сумели в дальнейшем развить идеи. 6 апреля 1941 года дебилетские войска вошли в Югославию и Грецию. Оккупация Греции была вызвана желанием Гитлера обезопасить свой южный фланг во время нападения на Советский Союз. Английские войска вошли в Грецию в начале марта. Лондон намеревался поддерживать таким образом нейтралитет Греции, о котором она объявила в апреле 1939 года. Чтобы захватить Грецию и выкинуть оттуда англичан, вермахток понадобилось меньше месяца. Греция и Крит стали театром, в наибольшей степени связанным с воздушно-десантными частями. Здесь они держали свою самую блестительную победу и принесли ужасающие потери. Первый раз парашютисты вступили в бой 26 апреля, когда крупные соединения были сброшены с целью захватить плацдарм у Каринского канала, чтобы отрезать наступавшие из БС и британские войска. 120 юнкерсов 52 вылетели с аэродрома в Болгарии, принесли десантников, а также тянули планеры. Англичане взорвали мост, чтобы он не достался врагу. Тем не менее, в течение следующих двух дней десантники захватили Каринф и взяли много пленных. После этого, 28 числа, подошли основные силы. 27 апреля немецкие войска вошли в Афины. Англичане успели эвакуировать по морю 51 тысячу своих солдат с материка на Крит. 25 тысяч солдат были убиты или попали в плен. Греки капитулировали за несколько дней до этого. Над Парфеноном развивался флаг со свастикой. После грандирации Грекции, ретвый начальников предполагал захват Мальты. Это также должна была быть операция с использованием воздушных десантных частей. События продолжили развиваться, и вскоре основной интерес вызывал уже Крит. Поначалу Гитлер скептически относился к реанту захвата острова десантниками. Звучит привлекательно, но не думаю, что применимо на практике. Однако одному из его любимых командиров, генерал-майору Штуменду, командующему воздушными десантными войсками, быстро удалось переубедить Гитлера. Твой вход, у меня одна карта. Человек предложил подробный план захвата острова, который понравился фюреру. Одна карта только у меня. Значение острова было для Гитлера очевидно. Он занимает стратегически выгодное положение в центре Восточной части Средиземного моря. Ты должен сделать только один ход больше, потому что у меня одна карта. А, да. Город Карим. В 1941 году он был столицей острова. По-моему, что я выиграл. Это самая большая естественная бухта на Средиземном море. Ну, я ничего не срублю. Королевский и британские флоты использовали в качестве основной захваточной базы. Захваты острова решили англичан этой базы, обеспечить полный контроль над гейским властью. Ну, там тебе короля, ты снял. Не поставил под угрозу какую-нибудь красу, Мальта-Александрия. Лифтваффе получит три стратегические авиабазы. В конце апреля-начале мая 1941 года практически вся 7-я дивизия находилась в Гитлере. Там две вольта. Самолеты базировались в Средиземном море и в Румыне. Я бью на... В этот период, пока планировалась операция, части, которые должны были принимать... Вечер, если бы я побил на коробке, подкинул бы, но я надам, значит, 3-0. Они будут задействованы в самые крупномасштабные высадки десантников на тот период времени. Сегодня... Решение закладывать Критва принято сразу же после капитуляции Греции. Но выполнение операции пришлось отложить, поскольку Юнкерси-52 были отправлены в Германию для профилактики. Почти все 52-е транспортные авиации были задействованы Балканом. Предполагалось их дальнейшее участие в основных операциях. В Греции были очень плохие дороги, и поэтому топливо планировалось доставить прямо на них в период до 20 мая. План операции включал захват десантниками всех стратегически важных пунктов острова в течение первых 24-х часов. А они должны были удерживать их до подхода основных сил, частей 5-й горно-стрелковой дивизии. Десантники высаживались двумя партиями. Первая появлялась на доустровом на рассвете и сбрасывалась на Малан и Камаю. Вторая, не такая многочисленная, начинала действовать уже днем в Рефимоне и Гераклее. Части должны были соединиться как можно скорее до наступления темноты. А они должны были обеспечить дальнейшие действия 5-й дивизии, которая доставлялась на самолет, на захваченные аэродромы. Остальные войска прибывали по морю. Напоминаю, иду и воздух с транспортом. На 18-й береге, а сейчас еще 3-0. Люфтваффе обеспечило полное господство в воздухе над островом. Действиями бомбардировщиков, пикирующих бомбардировщиков и истребителей. 19-го мая транспортная армада была распределена по 7 аэродромам. Магара, Тереннай, Тереннай, Ябетовщик! Поддерживающие соединения Люфтваффе, в том числе Штуки, базировалась в Малайе, Марсении и на острове Скарпанта. Юнкерс-52 был основным транспортным самолетом Люфтваффе в ходе конфликта. Он должен был доставлять парашютистов на Крит. Как правило, в нем размещало 10 или 11 десантников. Большая часть оружия складывалась в отдельные контейнеры, которые также сбрасывались с парашютами. Их находили, вскрывали и разбирали оружие уже после высадки. 52-й мог нести и дополнительные вооружения. Например, 20-мм зенитное орудие, 30-мм противотанковое орудие или мотоцикл. Они установились на специальную раму, которая закреплялась под центральным отсеком самолета. Солдат считали элитным подразделением пехоты. 19-го мая вечером истребители, бомбардировщики и поддержки были вооружены. Транспорты загружены, все самолеты заправлены. К острову должны были также отправиться в 75 планеров ДФС-230. В них размещались части 1-го полка, которые будут захватывать аэродромы Мерлин и Каная. Парашютисты ожидали начала операции Меркурий и захвата острова Крит с воздуха. Через полтора часа после того, как самолеты ДФС-2 поднялись в воздух, сбас на материке и островах, британские части на острове Крит засветли приближение вражеской авиации. Очередной утренний налет, который происходил ежедневно после их прибытия на остров. Но сегодня все будет по-другому. На семи аэродромах, на которых готовились пыли-то 52-е, царило ликование. В 3 часа 30 минут утра десантники были разбужены криками и свистками. Они начали готовиться к самой крупной воздушно-десантной операции в истории. Приказ о начале был получен сразу после 4 часов. Напряжение достигло высшей точки. Тысячи парашютистов первой партии одевали комбинезоны, перчатки и каски, а также наколедники. Что самое важное, они проверяли парашюты РЗ-1 у себя и своих товарищей. Некоторые имели при себе спасательные жилеты. Один из ветеранов вспоминал на пустырь командира. Германия будет гордиться своими парашютистами, надеясь, что каждый из вас выполнит свою задачу. На некоторых аэродромах звучал марш парашютиста. Первый самолет вылетел из Магара в 5 часов утра. Что интересно, прикрытие для операции Меркурий по приказу Гитлера не было организовано. Похоже, что в успешном исходе операции никто не сомневался. После операции на экраны вышел фильм, основную часть которого вы увидите. Правда, по нему невозможно сделать вывод о том, насколько на самом деле была реальная угроза разгрома. Также не указывается на ужасающие потери среди десантников. Разведка информировала генерала Штудента о том, что на острове всего 5 тысяч солдат противника. На самом деле там находилось 32 тысячи британских и 8 тысяч греческих солдат. Немцы также не знали о том, что первый и самый важный фактор был ими утерян. В Брежней парке под Лондоном организация «Ультра» подобрала ключ к шифру «Люфтваффа». Поэтому комендант острова генерал Файбен знал о приближении немецких штурмовых групп. Он знал также их цели и точное время прибытия. По идее, немцы должны были потерпеть поражение. Парашютисты на борту 52-й готовились к прыжкам. Фал зажат в зубах. Тем временем самолеты подошли к равенному высадке. В Марлене главной целью первой партии парашютистов новозеландские солдаты бросили завтра край того, чтобы посмотреть на появившиеся на березонте транспорты. С запада на восток, по всему горизонту появлялись самолеты. Парашютисты начали высадку. Этот спектакль привел к огромным потерям среди немцев. Второй полк на планерах прибыл на место действия в 7 часов 15 минут. К концу дня его потери составили более 50% личного состава. Потери среди парашютистов были еще больше. В Марлене снес парашютистов 3-го батальона прямо на новозеландские позиции. За 45 минут из 500 солдат 400 было убито. Многие погибли прямо в воздухе, представляя собой практически неподвижные мишени. Семь? Человек висит на стропах неподвижно. Затем держится и уже не шевелится. Ясно, что он убит. Каная и Генопия. Потери были не меньше. Из 130 тысячи десантников, высадивших с планеров Каная, 108 были выведены из строя. Четыре-королька, зерно. Четыре-ноль. В средний дня только мозг у Малами. Единственная из намеченных целей был захватен. Вчера я проиграл 4-0. Сейчас я выигрываю 4-0. На восемнадцатой. Передряги! Многие командиры были убиты. В том числе и команды, еще 1-й дивизии Систман. Завел полный беспорядок. Штаб генерала Штоланта в Греции не получал никаких данных. Там считали, что все идет по плану и готовились к отправке второй партии. Четыре-ноль. Еще немножко поиграем. Возвращавшиеся на базу 52-й пролетали над дофинами. Операторы от пропаганды, снимавшие прибытие, поспешили зафиксировать сегодня поврежденный транспортный самолет. Единственное показанное зрителям кинотеатра в ходе операции «Меркурий». У 52-го не вышло левое шасси, и от летчика требуется умелое действие при аварийной посадке. Ни один кадр из фильма не позволяет усомниться в том, что операция завершилась полным успехом. Огромные потери в живой силе техники никак не отражены. Камера акцентирует внимание на незначительных повреждениях перла Юнкерса. Таким образом, создается впечатление минимального сопротивления противника. Порядчики, рассказывающие о своих действиях перед камерой, и обслуживающий персонал, занятый ремонтом самолета. Тридцать восьмая минута, восемнадцатая передряда. Вернее, тридцать девятая. Чтобы доставить вторую партию. Козель Кресте. Шесть. Семь. Девять. Они должны западить аэродромы Рифимон и Гераклия. Три часа дня десантники были над целью. Они оказались в ситуации ничуть не лучше той, что была утром. В Рифимоне второй полк был сброшен на позиции австралийских войск и понес тяжелые потери. В Гераклия одна из рот первого полка была уничтожена полностью. К концу дня ситуация для немцев была хуже некуда. Штудент решил бросить все оставшиеся силы на Маламе. 21 числа приказал загружаться в транспорты горно-стрелковой дивизии генерала Рингля. Самолеты с фигерями, которые на этих кадрах надевают спасательные жилеты, будут опускаться на аэродром под огнем вражеских зенитах. Отходь. Выходь. Козель Кресте. Напоминаю, Козель Кресте. При прибытии предшествовала еще одна близотка парашютистов. Днем 21 мая Штудент бросил в бой последние две роты. Их ждала та же судьба, что и их предшественников. Они оказались в расположении греческих войск и были быстро уничтожены. В ходе предыдущей ночи союзные войска под командой генерала Фрайбека не провели решающую атаку на позиции десантников у Марлен. Это была серьезная ошибка, поскольку парашютистам утром 21 мая удалось захватить господствующую высоту 107. Это изменило ситуацию в их пользу. Вы видите обломки греческих и английских самолетов. Десантники смогли захватить и удержать столь важный для них аэродром Марлен. Посадочная полоса находилась под огнем вражеской артиллерии и пулеметов. Тем не менее, она могла быть использована для приема первой партии Игоря Рипля. Ватуза, майор. В днем первый Юнкерс 52 приземлился на аэродроме под шквальным огнем противника. В течение двух часов транспортные самолеты прибывали из Греции и высаживали горно-стрелковые части. Что не показали оператора, так это огромное количество разбитых 52, поврежденных при аварийной посадке, столкновениях или пострадавших от огня противника. Новозеландцы провели неудачную контратаку. Ее результатом стал захват немцами первых пленных. 22-го прибыл сам Рингели принял командование. 23-го союзные части были вытеснены с подхода к аэродрому. Было доставлено еще 2000 солдат. Теперь 52-е могли переземляться спокойно, не рискуя попасть куда стрел. Утром 25-го на остров прибыл сам генерал Штуден. К тому времени ситуация значительно улучшилась. Накануне части, высадившиеся в Маламе, соединились с остатками парашютистов, сброшенных над Камайей. Решающее сражение за 30-го состоялось 25-го. Немецкие части атаковали позиции новозеландцев под Галатасом, между Маламе и Камэей. Союзники одержали победу, но 26-го были вынуждены отступать. Вечером Фрайбек радировал в Египет, что, по его мнению, положение является безнадежным, и дальнейшее сопротивление бессмысленно. На следующий день было принято решение оставить остров, и союзные войска начали отступление. Между 27-го и 29-го мая немецкие части ударили вдоль побережья и захватили Гераклию и Рефимон. И только 29-го. Выйдет юго-восточное конечность острова. Немцы обнаружили, что ошибались, предполагая, что союзники отступают на восток. Они продвигались на юг к намеченному для эвакуации пункту Сфаги. Когда немцы также повернули на юг и в итоге захватили порт, это произошло 1 июня, половина союзных войск была уже вывезена. На 10? На 10? Немал. Цена за победу была огромной. Из 8,5 тысяч десантников, принимавших участие в операции, 3674 погибло. Сегодня все складывается в мои спорты. Разбитые Юнкерсы-52 заполнили аэродромы Малами, Камая и Рефимон. Они являются свидетельством упорных и ожесточенных боев. Многие были подбиты вражескими орудиями. Садящиеся самолеты сталкивались с теми, что уже стояли на аэродромах. Саг было потеряно большинство. Многие загорались при посадке. Бело-серая зола от сгоревшего алюминия несколько дней покрывала аэродромы. Транспортное отделение Люфтваффе потеряло 271,52 из 500 участвовавших в операции. Погибли опытные летчики. Таким образом, потери составили более 50% участвовавших в операции транспортных самолетов. К концу 1941 года это было более половины от числа всех Юнкерсов 52, потерянных за этот год. Что еще хуже, огромные потери лишили Люфтваффе так необходимых ему транспортных самолетов. И это накануне самой ответственной и масштабной кампании нападений на Советский Союз. Гитлер был крайне недоволен первой победой десантников, и его отношение решило их судьбу в последующие годы войны. Дни парашютистов сочтены. Они предназначены для нанесения внезапных ударов, и без элемента неожиданности у воздушных самолетов войск нет будущего. Применение парашютистов на Восточном фронте не заставило себя долго ждать. Части 7-й дивизии действовали под Ленинградом в сентябре 1941 года. В декабре они потеряли убитыми и ранеными 3000 военнослужащих. Для воздушных десантных частей разрабатывалось специальное вооружение, как, например, вот это безоткарное орудие. Фирма Рейн Металл выпускала 75-105-мм орудия. В 1941 году отдельные подразделения парашютистов действовали в составе групп армий «Центр» и «Юг». Десантников использовали в качестве пехоты в наступлении на Москву с сентября по декабрь. С ноября 1941 по март 1942 года десантники участвовали в тяжелых зимних боях под Сталина. Как под Ленинградом и на других участках Восточного фронта потери были значительные. На этих кадрах вы видите действия 7-го саперного десантного батальона вместе с частями 9-й армии на шестом в доступе в период с октября 1942 по март 1943 года. В задачу подразделения входило строительство бункеров для оборонительной линии. В течение всего 1942 года на выступе шли ожесточенные бои. Советское командование поставило цель ликвидировать его, поскольку считало, что немцы могут начать новое наступление на Москву. До Кремля было меньше 200 километров. Летом 1942 года немцы неоднократно отражали атаки советских войск. Батальон действовал вместе с пехотой суровой зимой 1942-43-го года. 6-го февраля 1943 года Гитлер отдал приказ об отступлении и батальон отошел вместе с другими частями. Первыми парашютистами, отправленными в Северную Африку на помощь корпусу Роммеля, стали десантники батальона «Лейр» 11-го летного корпуса, который в декабре 1941 года был распортирован в Берлине. 612 солдат и офицеров под командой майора Бакхарта прибыли в Северную Африку 9 января и были отправлены на линию фронта, проходящую в 520 километрах к востоку. Они заняли позиции 15 января. Соединение действовало на этом театре три месяца и было выведено из боев в марте 1942 года. В следующий раз десантники появились в западной пустыне уже в большем количестве и вовремя, поскольку Роммель нуждался в подкреплении. Его просьба была рассмотрена штабом Верховного командования. Генерал Штутент получил задание сформировать новые соединения десантных войск. Ее возглавил генерал-майор Бернгер Трамкер. Он вступил добровольцем в воздушно-десантные войска в 1940 году в возрасте 51 года. Роммель прославился в действиях на острове Крит, когда сменил на посту командующего раненого малым генералом Майдля. Он был награжден рыцарским крестом. В июле 1942 года Роммель вылетел в Северную Африку. Его бригада была разделена на четыре группы, которые действовали в качестве пехотных соединений при поддержке 2-го батальона 7-го воздушно-десантного артиллерийского полка, противотанковой роты, саперов и связистов. Бригада заняла позиции между немецкими и итальянскими войсками под Эреломейном и не участвовала в наиболее ожесточенных боях. Бригада оказалась под угрозой окружения. После форсированного марш-браска соединилась с отступающим африканским корпусом 6-го ноября. Бригада захватила британскую транспортную колонну и использовала ее. Африканский корпус отступал в Тунис. Союзники провели ряд высадок в Балжире и Марокко в начале ноября. В обоих случаях им противостояли войска Вишинской Франции. Союзники намеревались продвигаться на восток и взять противников в Клещи вместе с силами 8-й армии. 12 ноября на фронт впервые прибыли фаршетисты союзников. Ангельские санники захватили аэродром Болл. Затем к ним присоединился 503-й американский воздушно-десантный полк, высадившийся в Клейбане. 21 ноября союзники захватили Кавсу, город в приграничной зоне Туниса. Их с восторгом встречали местные жители. Но чем дальше союзники продвигались на территорию Туниса, тем упорнее становилось сопротивление войск ОСИ. Надежда на быструю победу пропала. Король. Высадка союзных частей привела к срочным мерам по укреплению Класс-Дарма войск ОСИ в Тунисе. Туда прибыли парашютисты. В начале апреля 1943 года кольцо вокруг Класс-Дарма сжималось. Почти все порты аэродромы находились в руках союзников. А что я так сыграл? В последних боях в 5-й воздушных садах умерло более 300 человек. Войска ОСИ капитулировали 9 мая. Ход к военным действиям был переломлен. За оставшиеся 2 года войны воздушно-десантные войска проявляли себя наилучшим образом в сражениях в Италии и Франции, в Монтекассино и Нормании. Немецкие парашютисты. Часть 2. Зеленые дьяволы. 1942-1945 годы. 10 июля 1943 года началась операция Хаски. Высадка союзников в Сицилии. Время было подобрано крайне неудачным для Дорфа Гитлера и нацистской Германии. За сотни километров на юге Советского Союза немецкие войска уже 5 дней проводили операцию СТАДЭ. Ее целью было сковать наступательные действия советских войск до конца года. Ты первым делаешь в поле. Там действовали лучшие немецкие танковые эмиссии, которые до этого находились в СТАДЭ на случай возможного утверждения союзников. Оно ожидалось после поражения войск ОСИ в Тренисе в начале мая. Гитлер намеревался продолжать войну, но у него были основания сомневаться в надежности своего партнера в ОСИ, который мог попытаться заключить перемирие с союзниками. Гитлер решил усилить немногочисленные части на острове парашютистами. Итальянцы не особо утруждали себя сопротивлением вторжения. 9 июля 3-й воздушный садный полк, базировавшийся в Южной Франции, получил приказ выступать. Из Авеньона он был переброшен на Яполь. Юнкер-152 и бомбардировщики Хенкер-111 доставили парашютистов в Сюцилию. В операции также использовались планеры ДФС-230. С этого аэродрома в Южной Италии их поднимают в воздух Дарни-17. Устаревшие бомбардировщики теперь используемые для решения второстепенных задач. ГОТО-242 отличался необычным двухпезеряжным дизайном. Он появился в наружении Люфтваффе в августе 1941 года и активно использовался на Восточном фронте для организации снабжения. На этих кадрах вы видите раннюю модификацию А, которая отличается от более поздней Б шасси в виде полозив. На модели Б устанавливались колеса, которые обеспечивали быструю подготовку машины к очередному вылету. Экипаж составляли два пилота. Планер мог брать на борт 21 полностью экипированного десантника. Раскрывающийся фюзеляж позволял 242-му перевозить более тяжелый груз, чем ДФС-230. На этих кадрах из 242-го возят полукусничный Кэттенкрафт на СУ. Он разобратился с учетом выбрасывания с парашютом, чтобы у парашютистов было свое транспортное средство. Бреющий полет над Миссинским проливом, чтобы избежать атаки союзных истребителей, и югерсты 52 приближаются к зоне высадки на Сицилии. Парашютисты явно волнуются. И вот высадка начинается. Вторая волна появляется на зоне высадки. На этот раз десантников доставили Хенкери-111, которые были переоборудованы для транспортных целей, после того, как в 1941-1942 годах было потеряно очень много югерстов 52. Хенкер мог брать на борт 16 парашютистов, больше, чем 52-й. Здесь хорошо видно, как парашютисты разбирают оружие перед боем. Некоторые прыгают с винтовками и автоматами. На оружии большинства вместе с пулеметами МГ-34 или 42 укладываются в специальные контейнеры, которые сбрасываются отдельно. В Каталии немецкие десантники сражались против английских. Упорные бои продолжались до 18 и 19 июля. Затем прорыв союзников. Поставил немецкие позиции в опасное положение. Десантников поддерживают тяжелость до 70-ти миллиметрового орудия КВС-17. Выход. Каталик Мичи-я. Король. После союзного удара 19 июля в Крым захвачены части дивизии Герман-Герен. Немцы приняли решение оставить остров. С 3 по 17 августа начался вывод войска с Сицилией через Миссинский пролив шириной 5 километров. Отдельные части, в том числе и парашютисты, получили приказ задержать продвижение союзных войск как можно дольше, чтобы полностью вывести войска и технику. Гитлер уже не приказывал своим солдатам стоять на зверху. Они были нужны ему в Италии. Ему было нужно прикрытие зенитных батарей, включавших тяжелые и легкие орудия, которые заняли позиции на итальянском берегу пролива. Войска вывозили на баржах. За 2 недели было эвакуировано не менее 102 тысяч немецких и итальянских солдат с острова на Материк. Когда 17-го войска генерала Паттона вошли в Миссину, там не оставалось немецких солдат, кроме тех, что попали в плен в ходе боев за остров. Большинство десальтиков находились в Италии и были готовы сражаться дальше. Последующие политические события в Италии в течение трех месяцев привели к активизации немцев и союзников. 25 июля в Сицилии еще шли бои, а Муссолини лишился власти. Итальянское правительство не стало сразу же просить мира. Это было сделано 3 сентября. Немецкие войска начали операцию ОС, оккупацию Италии и разоружение итальянских частей на Пенинском полуострове и Балканах. Они устремились в Северную Италию и Застри. Множество различных соединений. Гитлер не смог удержать Италию в войне, но собирался продолжать действовать на ее территории, чтобы не подпустить врага к границам рейха. Теперь не оставалось сомнений, что Италия станет основным театром военных действий. 8 сентября в 8 часов вечера немецкие офицеры появились в штабе каждой итальянской части, требуя совместных действий с немецкими войсками, либо безоговорочной капитуляции. В случае отказа немцы открывали округу итальянцам. 5-1. Я веду на 18-й передрягу. Кого больше козырей не делали? Многие итальянские части были разоружены в Сталиспленд. Тем не менее немцам пришлось столкнуться с упорным сопротивлением. Барашютисты также входили в состав оккупационных сил, но были доставлены в Италию со своим глаз во Франции. 4 сентября они уже действовали против итальянских войск с севера от Рима. После короткого отдыха под палящим итальянским солнцем, несадники разоружают и сопровождают итальянские части. Сопротивление было ликвидировано, и парашютисты, пользуясь любыми средствами передвижения, отправляются на юг, в Рим. На окраине города они остановились у германского представительства, чтобы отдохнуть перед входом в Рим, который объявлен открытым городом. Парашютисты патрулируют улицы Рима. Теперь они уже не союзники, а враги, символ оккупационных сил. Когда Гитлер потребовал итальянского правительства выдачи Муссолини, ему было отказано. Муссолини был помещен под арест и надежно спрятан. Гитлер получил штурм вам феррора СС австралийства от Скорценин найти особоедму с Солини. Скорценин обнаружил, что следы дучи ведут в горный отель Гранд Сассо. Он разработал опасный, рискованный и трудноуполнимый план. Генерал Штудент провожает 20 парашютистов, выделенных по распоряжению Скорценин. Он решил не атаковать Гранд Сассо в лоб. На гору велоканатная дорога. Итальянцы считали неприступной. Скорценин счет возможным организовать высадку с планеров на небольшой лужайке рядом с отелем и использовать элемент неожиданности для ликвидации значительных сил охранения. 20 парашютистов присоединились к 50 солдатам и спецподразделения Скорценин. Вместе они выехали на аэродром практика Демара. Там их ожидали 12 планеров ДФС-230 и трансфорный самолет Хеншель-126. 12 сентября 12 планеров поднялись в воздух в 12 часов 30 минут. Пилоты планеров не сомневались, что участвуют в крайне рискованной операции. Их приближение к цели будет, безусловно, обнаружено, а лужайка, на которой предстоит садиться 12 планером, очень маленькая. Штудент и его эксперты считали операцию практически невыполнимой. Они заявили об этом Скорценин. Когда наземные части ввинулись в Грандсасса, они не меньше Штудент засомневались в успехе плана Скорценин. Операция уже отставала от графика, поскольку планеры ДФС-230 были доставлены на аэродром практика Демара с опозданием. Они прибыли с базы десантников Южной Франции. Планировалось, что они будут ожидать на аэродроме с ночи на 12 сентября. Скорценин предполагал появиться на месте на рассвете, чтобы заставить экрану врасплох. Из-за опоздания планеров Скорценин стал откладывать операцию на 24 часа. Приготовления могли быть замечены. Он решил действовать днем. Вскоре появился Грандсасса. Буксировочные трассы были отцеплены, и планеры приземлились рядом с отелем, где находился Мусаллинин. Десантники бросились к зданию, захватив врасплох его обитателей. Вскоре гарнизон сдался. Через несколько минут Мусаллинин находился в распоряжении Скорценин. Пехотинцы подошли к подножию горы, где начиналась канатная дорога. Скорценин вывел Мусаллини из здания и приставил ему своих подчиненных. План операции предполагал быстрый отход. Скорценин подготовил самолет в Пизлер-Шторм, чтобы вывести дучи. Шест-один. Летную полосу нужно было расчистить камни. В самолете разместились Мусаллинин, Скорценин и пилот. За работой моторы 12 человек толкали Шторх, чтобы он начал разбег. Слет оказался целым событием. Шторх направлялся в Рим. Мусаллини встречали в штабе генерала Штудента. Поскольку вокруг Рима шли бои, было решено вывести Мусаллини из Италии как можно быстрее. Подали транспортный Хен-311 и вскоре Мусаллини вместе с Скорценин летели в Вену. Через день Мусаллини сел на Юнкерс-52, который доставил его в Ростенбург. Ставку Гитлера в Восточной Пруссии в Волчелогово. Шесть-один. Фюрер ждал на аэродроме. Вскоре показался самолет с бывшим итальянским диктатором. После того, как он приземлился, Гитлер пошел навстречу Мусаллини. Последовало теплое рукопожатие. Когда 9 сентября, союзники высадились с Солерна к югу от Неаполя. Им противостояло все владыки Гитлера. Кессерлин, командующий немецкими войсками на юге Италии, ожидал вторжения в Северний и расположил там основные силы. Однако немцы оказывали упорнейшее сопротивление. Первоначальный план союзников через пять дней войти в Неаполь не был осуществлен. Бои за Плацдарм в Солерном были крайне ожесточенными. Четыре дня немцы атаковали позиции англичан-американцев в Солерном, и каждый раз их отбрасывали назад. Союзников поддерживали огнем корабли, подошедшие к берегу. Кессерлин решил сократить потери, отвел войска к северу, чтобы уже там продолжить бои. Даже отступая, немцы наносили ощутимые потери союзникам, которые прорывались через горы вокруг Солерна. Только 5 октября, почти через месяц после высадки, союзники вошли в Неаполь. Надежда получить действующий порт оказалась тщетной, немцы взорвали все, что только могли. При помощи местного населения обломки удалось расчистить за неделю. К 1 октября вся Южная Италия была в руках союзников. Решающую роль играла их господство в воздухе. В Люфтваффе было ответное действие, но основную роль играли концентрированные позиции зенитных орудий. Немцы упорно обороняли территорию с югу от Рима. Кейсерлинг был отличным тактиком и умело использовал любое преимущество, прежде всего пересеченную местность, целью замедлить продвижение союзников и нанести им как можно большие потери. Союзники не могли воспользоваться своим чистым превосходством, техникой и мобильностью. Извелистые дороги и глубокие ущелья, отвесные скалы и камеры деревенские дома. Все это легко пророщалось в крепости. Радиотанковая пушка здесь, самоходное орудие там. Они приводили к тому, что превосходящий противник терпел огромные потери. Умелое минирование также создавало препятствия. Это было характерной чертой действий немцев. Погода также зачастую играла им на руку. Проливные дожди прощали дороги в месиво, а зимние холода могли привести к еще большим трудностям. Это десантники проявили себя в непословиях с наилучшей стороны. Они быстро перемещались с места на место и упорно оборонялись. Благодаря в милом действии, немцы отступали на северо-пенинского полуострова очень медленно. Английские войска справедливы считали итальянский театр крайне тяжелым. Прежде всего, этому способствовали навыки и опыт парашютистов штудента. За всей очевидностью, это продемонстрировало кровопролитное сражение у Монте-Кассина. История жестоко обошлась с монастырем Монте-Кассина. Вендикинскому ордену не повезло, что скала занимала господствующие положения над местностью, блокируя дорогу на Рим. Армия, стремящаяся войти в вечный город, сначала должна захватить монастырь. До начала 1944 года он был уже четыре раза разрушен. Сражение началось с января 1944 года. Но первый воздушный налет союзников состоялся лишь 15 февраля. Они ошибочно полагали, что немцы укрепили монастырь и засели в нем. Неудачная попытка союзников взять монастырь после бомбежки дала десантникам возможность занять руины и превратить их в крепость. Согласно немецкой стратегии, город Монте-Кассина являлся укрепленным пунктом в линии Густаво. В перерывах между бомбежками и автообстрелами десантники из 1-й дивизии заняли развалины. Фейдмаршал Кесселлинг назначил командира дивизии генерала Гейдриха командующим обороной объекта. В период 17 января по 11 мая прошло три отдельных сражения, в ходе которых маршрутистов не удалось выбить занимаемых позиций. Первая атака на Монте-Кассина была просто обычным штурмом по фронту. Союзники предполагали, что высадка в Анцию, операция «Дептун», вынудит немцев отвезти туда часть сил. Союзные войска располагались следующим образом. В центре 5-я американская армия, на правом фланге француза, на левом англичане. Наибольшего успеха добились французы, им противостояли основные силы немцев. В тяжелых погодных условиях они понесли значительные потери. Впоследствии французский офицер так описывал происходившие с ним. Батальоны прижались к слонам гор. Везде противники яростно контратакуют. Люди заступают даже под обстрелом. Среди взрывов, мин и очередей. Только полученные раны заставляют их проснуться. Они гибнут, не успевая понять, что произошло. Англичане сумели форсировать бурную реку Гаригляна и захватить Плацгарм. Но дальше продвинуться не удалось из-за уфорного сопротивления немцев. В центре американцам приходилось очень тяжело. Хотя им удалось захватить перевал Кальварио к северу от Кассино. Первое сражение завершилось 11 февраля с тяжелыми потерями с обеих сторон. В ходе второго сражения монастырь подвергся бомбардировке, и десантники заняли его развалины. Элитные части изрядно осложнили ситуацию для союзников. Десять. 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 Американский командующий, генерал Марк Кларк, наблюдает за действиями своих войск во втором сражении за Кассино. Удар по монастырю с воздуха стал ошибкой. Развалины только способствовали более упорной обороне. Союзникам стоило вспомнить предыдущий опыт и задуматься об этом. Осадки монастыря были превращены в неприступную крепость. Засевшие в них части сражались отчаянно. Союзники понимали, что оборону неизбежно ослабнет, если им удастся захватить перевал Кальвариум. За него завязались ожесточенные бои. Так, восемь. Двадцатого февраля. Второй батарею третьим воздушник с одного полка и десятая рота получили задание оборонять развалины Кассино. Они находились там, когда союзники начали второй штурм монастыря. Переждав очередную бомбежку, лисандики приготовились отразить атаку. В развалинах находилось 300 парашютистов и 5 штурмовых орудий. Перед атакой 900 артиллерийских орудий союзников, размещенных в долине вокруг монастыря, провели массированный артобстрел. артиллерийских орудий длился 2 часа 10 минут. Развалены были в очередной раз перелопачены. 160 десантников из 300 и 4 орудия оказались завалены обломками. Командир 6-й и 8-й рот, обер-лейтенант Невроски, 2 часа находился под завалом, прежде чем его удалось освободить. Он сразу же принялся восстанавливать оборонительные позиции, готовясь к отражению атаки союзников. Состоявшемся бою, левый фланг 8-й роты сражался до последнего патрона. К концу дня немцам удалось восстановить свои позиции и предотвратить продвижение союзников. В течение следующих нескольких дней союзники продолжали атаковать немецкие позиции. Давление нарастало, но десантники продолжали держаться. 19-го Ямровский был ранен и вывезен из Кассина. В июне за выдающееся руководство обороной он был награжден рыцарским крестом. Штурмовые орудия на базе Т-3 использовались в ходе оборонительных боев, прежде всего благодаря надежности и универсальности этой машины. Первоначально она разрабатывалась для поддержки пехоты, но затем, в 1943 году, превратилась в истребитель танков. В Италии низкие силы орудия и пересеченные местности создавали идеальные условия для использования у засадок. Воем разваленных неизбежно приводили к появлению пленных с обеих сторон. На этих кадрах британские солдаты захвачены немецкими парашютистами. Продолжение следует... 68-миллиметровые синихные орудия идеально подходило для борьбы с танками. И основной танк союзников Шерман представлял собой хорошую мишень для 8-8. Немцы были не особого... Я веду счёте. ...а Шермане. И прозвали этот танк-зажигалка Ронсов, поскольку он загорался после первого же попадания. Шесть. Козырь кресты, Толик. Валяй. Девять. Какой? Шесть. Восемь. Девять. Двой. Двадцать. 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 Десять. Парашютисты были вооружены так же, как и пехотинцы немецкой армии. Но для них было разработано и специальное оружие. В стандартном стрелковом оружии являлись карабин 98К и пистолет-пулемет МП-40. С середины войны парашютисты пользовались автоматической винтовкой ФГ-42. Это было современное оружие. Конструкция включала ряд нововведений. Пластиковый приклад, пистолетную рукоятку и ножки под стволом. С ней винтовка могла использоваться в качестве легкого пулемета. После вторжения на Крин, численность воздушных ниссанных войск сократилась. Поэтому МП-42 выпускалась небольшими партиями. Парашютисты ценили это оружие. Также используясь пулеметы МП-34. К тому времени, когда шли бои за Кассина, их заменили гораздо более современный МП-42. В мае 1944 года сражение закончилось. Кассины и линии Густова были заквачены союзниками в ходе крупномасштабного наступления. Разваленные монастыря штурмали 50 тысяч бойцов 11-го польского корпуса. Пять дней они атаковали позиции немцев, которые яростно сопротивлялись. 18 мая, когда союзники начали очередной штурм, они заметили, что впереди необычно тихо. Но чересадники незаметно ушли с позиций, оставив только тяжелораненых, которых было невозможно эвакуировать. Данные потери различаются, но со стороны немцев они составили по меньшей мере 20 тысяч человек. Много трупов было завалено обломками, их так и не изжигали. Союзники захватили Кассины, немцы отошли на север. Парашютисты продолжали участвовать в боях с наступающими союзными частями. Последующие кадры хорошо иллюстрируют условия, в которых находились десантники. Они действовали вместе с армейскими соединениями и танками. Участвовали в боях в Ориегарне. Еще 9, еще 9, еще 9, еще 9. Долик. 8. 9. 8. 8. 9. 9. Моя. 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 Король мой. Туль мой. Да. Моя. Туль. Туль горыU. Хмарин. 4. 4. 4. КОНЕЦ КОНЕЦ Ну а этому десантнику очень повезло. Союзники застряли перед Кассино. Уинстон-Чершель предложил обойти ленингустого с фланга, организовав высадку с моря ближе к Риму, чтобы совершить быстрый бросок к городу. Высадка в Ансово прошла успешно, но промедление союзного командования предоставило немцам возможность для контрудара. Кессерин бросил войска для того, чтобы отрезать зону высадки. Среди них была вновь сформированная 4-я воздушно-десантная дивизия. Она участвовала в боях Ментуна и Ансово, пока существовал блокад. Затем к дивизии присоединился воздушно-десантный полк Лея. Части 1-й воздушно-десантной дивизии и итальянские парашютисты фашистского полка Немба. Боеванцы были ожесточенными. Место для высадки было подобрано неудачно. Болотистое, мокрое. Постоянно поднимался туман. В общем, обстановка была крайне нездоровой. 6, 4, 10, 6. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вокруг плацарма немцы разместили противотанковые зенитные батареи. Союзная авиация давала о себе знать, причем весьма настойчиво. Многие воздушные базы находились на юге Италии вокруг Неаполя поблизости от позиций союзников. Поначалу немецкие самолеты атаковали плацдарм. Но затем уже немецким войскам пришлось защищаться огнем зенитных батарей. На этих кадрах вы видите майора Германа, командира воздушно-лесарного полка Олея. Полк участвовал в кровопролитных боях с американскими рейнджерами. Один из командиров рот так описывал бои. У нас не было тяжелого вооружения, только ФГ-42. В нашу задачу входила поддержка танцевой контратаки. На позиции соседней роты напали рейнджеры. Я возглавил контратаку на фланге, отрезав значительные силы противника. Блент был заквачен на 400 до 500 американцев. Остальные отошли и накопались на соседних фермах. Правда, потом мы они сдались. В бою меня дважды ранили, но я продолжал оставаться на переднем крае для подхода подкреплений. Субтитры создавал DimaTorzok Бои не прекращались, но все равно удавалось выделить время для вручения наград. Подразделение парашютистов получает железные кресты. 23 мая был заквачен у нас тыль Монте-Кассино и пределена линия Густава. Немцы начали отступать на север, оставив позиции и 20 тысяч человек под цистерном. Через 5 дней после захвата Кассино союзники начали бросок на Рим. Опасаясь удары с тыла, Кеслеринг оставил позиции ванцом. Вечером 4 июня, за 2 дня до высадки в Нормандии, генерал Маккларк ввел 5-ю американскую армию в Рим и объявил о высвобождении города. 6-5. Жители Рима-Восточного преследовали пристали его. Я выигрываю со счетом 6-5 на 18-й передрягах. Во Франции Лифтваффе проводил подготовку и переформирование десантных частей, прежде всего тех, что понесли тяжелые потери на Восточном Круте. На этих цветных кадрах парашютисты и новобранцы, и ветераны, некоторые с нарукавной полоской Крит тренируются в Южной Франции. Думаю. И... И 9. Ту-у-у-у-у-у. Манет. Манет. Собрал. 6-5. Комплектом друг. Как хватает? 10. На ту-у-у-у. 8. Еще 2-8. Ту-у-у. Интересная особенность. Используются итальянские транспортные самолеты СМ-82. Еще до комплектации Италии, Люфтфаку взяло на вооружение эти машины, чтобы установить потери в Юнкерсах 52. Отбой. Проходящие переподготовку части будут отправлены в Италию или Нормандию, где им предстоит сражаться среди живых изгородей. Три восьмерки мои. Выход. Нужна карта. Балет. За семь. Восемь. Восемь. Еще восемь. Торжение союзников в Европу, которого так долго ждали по обе стороны Ла-Манша, в итоге состоялось 6 января 1944 года. Идея Гитлера победить высадившиеся войска прямо на пляж оказалась несостоятельной. Союзникам потребовалось несколько месяцев, чтобы победить группу армий Запад. Сомнений в победе не было, несмотря на ожесточенное сопротивление немцев в Нормандии. Продолжение следует... Американские войска, высадившиеся на Шинкурском полуострове, первыми встретились в боях с немецкими парашютистами. За месяц, прошедший до решающего прорыва союзников, американцы научились уважать грозного противника. Генерал Мендель, командующий 2-й воздушно-десантным корпусом, обсуждает задачу с майором фондер-кайтом, командующим 6-м полком. Присутствует также мобильштурмбанкфюрер Вернард Остендорф, командующий 17-й танково-гренадерской дивизии СС Гетцфорд Берлихинген. Соединение было сформировано в ноябре 1943 года и действовало в районе городов Тур и Анжуан. Они прибыли на позиции к югу от Сен-Лу и Карантона в течение недели после высадки союзников. Здесь они были действованы с 6-м воздушно-десантным полком фондер-кайтом. В следующем отрывке хорошо прослеживаются тесные взаимодействия парашютистов Люфтваффа и пехотных частей ВАФНСС. 13-й полк 5-й воздушно-десантной дивизии занимает позицию в деревне Шон-де-Ло. 15-го июля соединение потеряло своего командира. Полковник графон Шленбург погиб в бою. Расчет панцершвейка окапывается среди живых изгородей, приглашает путь американским танкистам. Очень хорошо видно, насколько тяжело приходилось американским танкистам, когда они пробирались через пересеченную сельскую местность в Нормандии. Продвижение было медленным, приводило к значительным потерям. Англичанам также было очень тяжело действовать в своем секторе плацдарма. Штурмовые орудия на базе Т-3 и Т-4 из состава дивизии Генсфонн-Берлихинген проходят по узкой дорожке, выдвигаются для поддержки парашютистов и ССовцевцев. Штурм Гешут-4 встречались реже, чем третьи. Штурм Гешут-4 встречались реже, чем третьи. Штурм Гешут-4 встречались реже, чем третьи. В 1944 году стандартным пулеметом вермахта был МГС-42. Высокая скорострельность обеспечила характерный силу стрельбы. Союзники прозвали его циркуляркой. Приходили снесет пауз на дрон, одноразовый противотанковый гранатомет. Коммунитивный заряд позволял ему пробить броню любого советского или союзного танка. Вплоть до 18 июля американские войска пытались прорвать оборону, который занимали части 2-го воздушно-десантного корпуса вокруг города Сен-Лу. Также там находились части 3-й воздушно-десантной дивизии и 5-й воздушно-десантной дивизии. Вместе они формировали линию обороны на этом участке. Барашютисты держались, несмотря на удары с воздуха и непрекращающийся артобстрел. Американский танк «Шерман» проходит через позиции парашютистов. Американские танки «Шерман» прорываются через оборону. Десантики приносят противотанковое оружие. «Панцершвейк» выстреливает реактивный снаряд калибровой силы с 8 миллиметром. Он без труда пробивает броню «Шермана». У других десантников «Фаус» патроны. Толик, походим. Отлично. На маяк. Подвизывающие собрания танк «Шёрман» Бои в сельском месте в Сенормандии были упорными и кровопролитными. Противники не знали пощады. Два подбитых английских танков. Один из них 95-мм гаубицы, использовавшийся для поддержки. Свидится о том, что это британский сектор Плацдарма в Нормандии. Парашютисты ведут пленных американцев. Среди них есть и парашютисты. Парашютисты принимали участие в боевых действиях в тот период. В связи с подразделением штурмовых орудий парашютисты ведут бой. У каждого есть противотанковое оружие, в том числе панцер-шреки. Штурмовое орудие действует в качестве истребителей танков. Десантники подбивают три с четверки своим противотанковым оружием. Действие панцер-шрека хорошо видно на этих кадрах. Пауз-патроны панцер-шрека могли подбить любой советский танк, в том числе и тяжелый ИС-2. Парашютисты продолжали действовать вместе с другими частями бермахта в Италии вплоть до 1945 года. На этих кадрах можно увидеть действия противотанкового оружия. К тому времени каждый пехотинец был хорошо оснащен для подобных действий. При превосходстве союзных бронетанковых сил это было просто необходимо. Козырь-кресты. Ты первым идешь в атаку. 7-6 я выигрываю и последняя игра. В 18-й передряде. Козырь-кресты. 7-6 я выигрываю. Козырь-кресты. Твой код. Выходит. 7. На туз. Отбой. В конце 1944 года немецкие войска обороняли уже границы Рейха. Многие десантные части были уничтожены или попали в плен в Олесском котле. Оставшиеся были реорганизованы в отдельной группе. За взорванным мостом через Рейх наблюдает парашютисты в укреплениях на границе Голландии и Германии. В зиму они получили камуфляжную форму. Для борьбы с танками их вырушили пауз патронами. Последняя игра. 7-6 я выигрываю. Козырь-кресты. Выход, Толик. 2-9. Мое. Надо было бить. Уже поздно. Я уже забрал карту. Выход, Толик. Семь. Битые. Девять. Еще две. Девять. Шесть. Группа подбитых танков «Шерман» стоит посреди заснеженной равнины жертвы парашютистов. В начале зимы 1944-1945 гг. десантники действовали против преусходящих сил армии США. Поддержка бронетанковых частей была минимальной. В период с сентября по декабрь бронетанковая техника почти не поступала. Гитлер отрагинстеризировал для наступления в «Арденна». Последняя крупная операция с участием парашютистов с наступлением «Арденна» в декабре 1944 года. Третья и пятая воздушно-десантная дивизия действовали вместе с пехотой. Третья была предана первому танковому корпусу СС и вела в бои в районе Монскау, Мальмеди, Сен-Вид и Гельбак. Пятая под командованием полковника Хальмана действовала под Витцем и в Вастоне. Валет, король, Тулус. Отлично. Характерный эпизод для последних месяцев войны. Парашютисты на королевском тигре. Неудача операции «Вахта на рынке» решила судьбу нацистской Германии на Западе и на Востоке. Немецкая военная машина рушилась на глаза. Союзники вошли в Германию. Уже не было смысла как-то выделять воздушно-десантные части. Отдельные подразделения парашютистов сражались до последних дней войны. Части первого полка действовали в апреле 1945 года. После того, как союзники форсировали рейдовостью Германии, судьба парашютистов, как и других немецких солдат, это плен. Лучше всего о действиях парашютистов высказался британский фельдмаршал Александр. Ни один другой солдат не оборонялся с таким мужеством и упорством. Это прекрасно подготовленные, отважные солдаты, прошедшие через множество кампаний. На 18-й передряге мы сыграли столиком со счетом 7-7. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...